Я сейчас только закончил компоновать, что на нашем ютубе и на форуме. Вопросы с утра уже задают. Сиди спокойно, окануне Андрея Критского. Как понимать, полное содержание удается и далее как надо. И при том, как мы молимся, все заснято. Мы засняли в 12-м году и в 14-м. И кажется, ты там стоишь, себя увидишь. Как мы молились здесь. Однажды я прочитал в литературной газете. Была статья под заголовком «Миссионер 21 века». О ком это? Об Андрею Кураеве. И он там говорит, где были соборы вселенские, я проехал туда. Даже свечу возжечь не могу. Везде злобные взгляды на меня. А это вселенские соборы. Почему? Почему это поднялось, а другое упало? Поэтому, говорит, о мусульманах я могу сказать одно. Они религиозно талантливы. Вот эти два слова совместить я только от него слышал. Религиозно талантливы. Почему один врач делает все как есть, но чуть только в сторонку от программы и уже не знает, что сделать. Скальпель от руки вываливается. А если человек научен просто прогрессивно думать, он думает, а не открытый или Бог это делает. Там вот на это влияет два. Одно лекарство принимает, на другое отражается вредно. А если взять в такой пропорции, как раз удачно. И вот он входит в историю. Религиозно талантливый. Вот, смотри, вот у нас вышел трехтомник Нового Завета. Трехтомник. А поблаженного фифилакта эти уже издает. Вот, ну, я не знаю, сколько лет, 7 назад патриархия издала. Издала, он стоит на полочках. Я священника спрашиваю, ты знаешь? Знаешь, читал? Ну, стоит. Я говорю, читал ли ты его? Да все некогда. Ну, когда он начал читать наше издание, я, говорит, не могу оторваться. А почему? 297. Впервые за 900 лет. 297 комментариев вставлены. Выделено, главное, проповедь и любовь к Слову Божию. Два момента. Ну, трудно было догадаться. А почему не религиозно талантливый? Мы не просим. Мы понимаем молиться. Я вот пришел, отстоял. Ну, дальше еще дверь открыл, пошел домой. Я вчера стою и смотрю. Ну, сколько в храме было? Ну, сотни-три-то было, четыре, не меньше. И что? Вышли? А никто никого не знает. К нам только подошел Стас Малютин. Ему сколько, я не знаю, там, ну, тридцать или нет. Я в этом году надеюсь помереть. И какие-то они там, роботы, все, вот еще. А можно я к вам приду? Он еще член на нашей общины был. Ну, маленькие еще были. Ничего нету. Малютин. Все. Ты видела его, какой он стоит? Худучий. А почему? А потому что во все тяжкое пустились. Брат его, Костя, додумался печатать деньги. Вышел. Тут же схватили его. Один только оправдался, что стоит на учете. И психболист утолкнули. И на этом все. В верующей семье во все самое тяжкое идут. Почему? Страха Божия нет. И вот Андрей Кураев об этом и говорит. Мусульмане религиозно талантливы. А в чем? Изменилась обстановка, они сразу меняют тактику. Та же цель, она достигается благодаря тому, что ты понимаешь, погода другая, растительность другая. О чем Александр Мень пишет. Сын человеческий. А сегодня у нас как? Ну, положено так это, я отбарабанил и все. Я вел занятия в техническом университете. Я не знаю у вас какие там университеты. 21 тысяча. А у вас сколько там студентов? 50, по-моему. 50 в нашем политехническом. Да. Нет таких студентов. Там 70-80 в общем. Откуда ты взялся? В политехническом. С официального сайта. 50 тут даже в Сибири нету. Я не знаю, в Москве даже здесь или нет там. Это разбито они там на несколько университетов. А это тысячи или сколько? 21 тысяч. 18 стран присылают сюда. Там 20 тысяч только это или 10 тысяч сотрудников? 50. 50 нет. 50 это, ну ты понимаешь. Там 10 тысяч только сотрудников в нашем политехническом. Не знаю. Я вот знаю только Павловск и уже город. 50 тысяч. 50 тысяч. Ну Тумск-то больше. Тумск-то большой. 400 тысяч населения. Это между делом. Между делом так сказал-то. И вот видят они, если что-то не так где-то, они сразу вкрапляют сегодняшнее событие туда. И люди понимают это, если им рассказать. А да-да, у нас народ такой тупой, его ничего не понимать. Я говорю, а почему сектанты не называют свой народ тупым? Тупой на остри. Мудрость говорит, знает как топор затащить. И эта работа ни на день, ни на два. Батюшки звонят. Знакомый священник. 30 лет дружит. Батюшка, ты ездил в Томск. Там отвечал, ну когда этот ролик будет? А у меня-то он стоит. Я специально давал аппарат и снимал кто? 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 Папа твой? Не чужой человек. Он заснял все. Дальше мама все проверила, показала. А там маленькими отрывками снято. Вот эти не надо. Сразу выброшены были. А остальные я все посмотрел. Они у меня целые. И я последний день не поставил. Ну почему не ставить их? Батюшка даже. А тебя с этим вообще-то не интересуется интернетом. Он меня ставит. Я говорю, не могу. Ну ладно, тогда не надо ничего. Почему я сказал, что не могу? А ведь прошло-то уже не два месяца. А все еще не поставил. Вы хотели, чтобы я его поставил? Там нет ни одного слова, ничего нет. Прямо как снято, так и как идет концерт, как в храме и прочее. Вы не против? Не против? Я не против. Ну вас там народу вот отсюда. А что ради против? Вы же не скрывались, не за стенами. А почему я не могу поставить? Притом, за последние, допустим, у меня с 2009 года... У меня заработал сайт, а потом уже в 2012 году там уже на YouTube вышли и прочее. И это первый ролик, который я имею и не могу поставить. Подойду, потопчусь, отступлюсь назад. А почему? Ну одно то, что выделил из всех, а их роликов у меня не один, не два, а 9800. А много ли это мало? Ну у гостя по 1200. У Андрея Куара в 980. В 10 раз больше. Притом, они только стоят перед экраном. У нас везде и купаются, и работают. Все абсолютно, все стороны жизни. И венчание, и угроба поют там у гостя, когда погиб. А ваш не могу поставить. Почему? Ты же грамотная. Как ты думаешь? Ты думаешь, почему? Притом, я никогда к ролику не добавляю, ни комментариев, ничего. Просто как есть, как будто люди пришли, зашли, и стоят, и видят, как же там что делается. Представь, за 9800 единственный ролик, ну ролик считать за одно, я не могу поставить. На сегодняшний день. Другой раз бывает такая обстановка, что-то, и время, и пост. Выставлю, опять посмотрю, и опять отступлюсь и стоит. Я не хотел разговаривать на эту тему, но пост наступил. Нужно дать сокрушение сердцу. Вот так. Раз не спрашиваете, значит вам это не надо. Я говорить не буду. Сами дойдете. Одно то, что я не ставлю, это говорит о том, что я к вам не безразличен. Потому что ролик-то не обо мне, я там не был. Я просился туда, но мне отбой дали от ворот. Один человек. А то тут приезжают люди, которые вас знают, и им некомфортно будет. Кто-то так сказал мне и написал так. У нас еще только знакомимся, как бы не разрушить все это. Вот наш уровень. А ведь мы можем внезапно, притом внезапно, неожиданно отойти из этой жизни. И вариантов никаких не будет. Надо научиться пользоваться то, что тебе дано. И непременно высшее взять из него. Потому что Бог дал. Полюби к вам. И желаю обстановка как-то изменится. Больше по причине никакой нет. Только полюби к вам. Если бы у него где-то другое что-то было, главным образом из-за тебя. Ты наша. От пеленок наша. Вот почему. А у меня ролики засмотрят и здесь. Только и в Америке, и в Австралии, и в мусульмане. Кто только не отзывается. Обстановка меняется. Может быть и не буду тормозить больше. Но вот так. Притом вы были потеряемки. Я с вами не говорил. Нет. Меня как-то подталкивает. Заговорите. А вы все выставляете. У меня есть ролики. Она несовершеннолетняя там. И ждет, когда совершеннолетие будет. Ролик не выставляю. Я знаю, что такое цензор быть. Ты знаешь, какая обстановка потеряете сейчас этим с Романом. С чем закончится, пока неизвестно. Но помолитесь об этом. Человек полностью рехнулся. Разум отнятый. Одно беснование осталось. Он не понимает. А почему они в дурдоме запросы делают. Потерял все. А причина-то одна. Во-первых, начал скрываться. А потом с какой целью приехал. Заслан был. Еще крышку едва приподнимают. И ни раньше, ни позже. Как только Путин объявил, что он баллотируется на пост президента. Сразу эти материалы начали. На него со всех сторон. Всякая скверна. Что Российская Федерация незаконная. Она не имеет права эту землю занимать. То есть Майдан устраивает здесь. Я уже подал документы. Все это написал. МВД проверили. Прокуратура. ФСБ. Алтайская краевая миссия. То есть впереди еще будет не один. А нет, значит более высшие органы. Приехал без гражданства. Без прописки. Без всего. А почему? Он официально свой заграничный паспорт сжигает. Где ИНН. Везде ИНН. Везде шестерка. Человек борется с шестеркой. Рехнулся. Патриархия. Сразу еретическая. Только в начале января прищищался. Тут батюшка незаконный. Так не делается это. Это заранее заготовлены были сцены. Это спектакль. Нет никакой веры. Там ничего нет. И сейчас он поносит и поносит все. Выставляет ролики. Почему? Он не понимает. Это вред ему. Большой вред. Это очень большой вред. Это уже статья грозит на то, что разжигание ненависти. Но никто здесь. Его свозили в Мамонтово. Когда я подал заявление о заявлении. Собрание прошло. Одобрило. Батюшка благословил. Не то что. Как? Он никого не слушается. Совершенно. А до этого Ласка было работали все вместе. Здесь никого не признают. Нету. Патриарх. Еретик. Мастон. Там сатанисты. И все остальное. А ведь. Ему говорят. Да кого-то можно. А ему там та. А вот та. Ты замена Игнатия Тихона. Ты там главный. Его со всех сторон. А другие заходят. Главный. Что ты построишь-то? Две жены было. И те заброшенные. Никого нету. Он один. Характеристику маленько знают. Это я все между прочим говорю. Сейчас. Сегодня начало Великого Поста. И вот у нас. Володя сейчас отнес уже. Это отпечатано на вторую и третью ступень. Мы знаем сколько. На четыре части. И первое значит считается в покаянии. Второе благодарение. И вы можете иметь. Мне нужен только чтобы ты доехал и на меня скинул в скайпе. Я тебя там не вижу. Он большой материал. Ну. Я не стал это. Именно. Весь канал. Как идет. Молится. И текст. И весь текст. И дальше ссылки. Они как патриарх служат. В монастырях. Все. Там ничего больше нет. Только то как у нас есть. Я только сейчас закончил. И с форума отовсюду все выбрал. На четыре дня. Скинешь? С прошлого. Это материал огромный. Сейчас. Я только сейчас сижу. И кто бы ни зашел. Я вон видно как скидываю и скидываю и скидываю. Религиозно талантливый. Какое хорошее слово. Религиозно талантливый. Вот я только нечаянно слово это услышал. И понял. Это точное отображение мертвой и живой веры. Знает ли он сам что сказал? Ты знаешь когда Оду Бог написал. Гавриил Романович Державин. Ну и она дошла до Кюхельбекера. Один из декабристов. И он говорит. Да подло тебе. Данила Брава этот. Гавриил Романович понимал ли. Гавриил Романович понимал ли что он написал. Что вот у нас трехтомник. И там я его поместил. Она небольшая там страница на две. Ода Бог. Никто никогда не писал на это. Ни Пушкин никто. А Боге все вместил всю Библию буквально. Пушкин на нем написал. Старик Державин нас заметил. И в бровь входя благословил. И вот эта его Ода осталась непревзойденной. По сегодняшний день. Я ее поместил даже здесь. Надо молиться. Просить. И Бог тогда открывает. Дверь Царства Небесной. И дверь какой-то комнаты. Мы думаем я верующий сходил. Нет. Бежать надо. Ты видела когда-нибудь как борется. Сегодня одна называется. Борьба без правил. Это ужасно. Они рукой. Ногой. Переворачивается один. Летит прямо в воздухе. Как птица. Бьет грудь вверх ногами. И бывает до трех миллионов долларов получают за одно выступление. Там зал это и конца края нет. Вот Федор Емельяненко. Его называют император последний. И потом все эти удачные выступления его отдельно лепят. А ведь мы боремся не просто так, а с дьяволом. Это нужно знать все приемы. Почему это так? А как если сделать вот так? Как это будет? Так что довольствоваться тем, что я верующий. Ну это как Златово говорит. Иногда говорит христианин. Это звук. Вводящий другим в заблуждение. Чтобы мы не остались за пределами. Бегут многие на ресталище. Но награду получает один. Сегодня хоть три. Серебряная, медная, бронзовая медаль. А там один, он говорит. Один. И поэтому ревностно подвязать. Не так, чтобы только воздух бить. Нет. А эта жизнь, она очень быстро кончается. Шолохов об этом говорит. Спроси ее, заметила ли она как прошла жизнь. И дальше. На букву черную говорит, ничего не заметила. И кровь у тебя как вода в глубоком колодце. Все надо ближе. Все. Мерзнет стоит. Так вот успевай сейчас пока молодые. Вы сильные, здоровые. Приложите силы. Пробудите там, где находитесь. Посмотрите на тех. У вас же сохранился экземпляр того, как там снимали. Здесь снято не профессионально так. Ну, ладно. То и может быть не так прибор работал. Может не туда повернул. Но мне главное не выставляй из-за тебя только. И вина ты, главное это твоя, а потом его. Он мог сделать по-другому. Мог. Потому что ясное дело, что назад уже не повернулось бы. То есть та причина, которая была первой, как бы не разрушить, она сама по себе отмерла. Потому что это и твое желание, и добровольно. Батюшка спрашивает. Я должен сказать это. Любовь только может это делать. Они посмотрели и забыли. Ты меня видел книжку такая есть? Симфония неканонической книги. Видел? Ага. Прежде чем ее делать, я проверил все дореволюционные, сегодняшние, где бы они ни были. Проверил и нашел все до одной непрофессиональные. Все до одной. А почему? Пользоваться исключительно трудно. Я потратил на нее несколько лет, и она такая. Лучше ее не создать. Только больше буквы сделать, а объем можно. Но только это же самое. Все падежи свести в один падеж. Глаголы в один глагол. Инфинитив. И только примерно запомнил, что это то ли на пороге, то ли под порогом. Я там везде на разных местах был. Это все сведено вместе. Притом и сильно очень помогал здесь, кажется, Саша тогда еще был Загуляев. И в электронной версии. Я вручную составлял. Были пропуски. Здесь нет пропусков. У меня 18 корректоров было на ней. Не такие уж. Обычно 2-3 корректора на книгу хватает. 18 и никто до конца не довел, все бросили. Настолько трудно было. Самому пришлось корректировать. Опять же, религиозно талантливым нужно быть. Просить у Бога. Так она почти не нуждается по 6-7 штук заказывать, выслать. Как только поймут, что там есть, а ее больше нигде нету. А книги уже кончаются. Спасибо, Христос. Спасибо Вам, Господи. Значит, жду. Вопросов нет, а могу вас задать. Ну, значит, не содрели. С Богом. Ты знаешь, у нас всегда были хорошие отношения. С тобой никогда по-плохому не было. Я выставил ролик недавно. Когда ты у меня сидишь вот здесь вот. И я тебе как раз рассказываю там про семинаристов. Понятно куда. Для него старался-то. Как-то без Вас обошлось. Ладно. С Богом. Иди с Богом. Иди с Богом. Ты наша. Давай. Бабку заберите. Иди. Вот они как. Ну все, пока. Слава Христу.